Здравствуйте, друзья! Сегодня мы с вами поговорим о том, как померить температуру вашему питомцу. В обычных обстоятельствах температуру питомцу мерить не надо. Почему? Потому что она, в принципе, меняется. Это зависит от многих факторов, от внешних, от внутренних. Но бывают такие случаи, допустим, вы находитесь где-то далеко за городом, где в округе нет никаких ветеринарных клиник, а что-то случилось. И вы пишете своему доктору, а доктор спрашивает, какая температура тела. И в этом случае вам необходимо померить эту температуру. Померить температуру желательно вдвоем. Один человек будет помогать держать животное, другой человек будет мерить. Для того, чтобы померить температуру, вы должны использовать вот такой вот электронный градусник. Лучше электронный, хотя можно ртутный, но сейчас проще всего использовать электронные градусники. И нужен крем. Лучше всего не вазелиновый, а с ланолином. Потому что если вы повредите каким-то образом, вставляя градусник к стенке кишечника, то ланолин поможет быстро заживить. Нужно помощник. Кобик сможет придержать, Питя? Как бы, в дверях кидашно показать, как дома померить. То есть у основания хвостика придерживаем, чтобы он не травмировал себя. И мягко удерживаем термометр. Даже если он двигается за ним, все движения повторяем. 37 и 8. Вот у нас питомец, которому надо померить температуру. Что мы делаем? Открываем крем. Кончик опускаем в крем, смазываем. Чтобы питомец не дрыгался, мы за холку цепляем его крокодильчиком, канцелярским или прищепкой. Любой штучкой, которая может зафиксировать за холку, как мама держит, чтобы котенок расслабился. Затем отодвигаем хвостик и аккуратненько втыкаем в зону, в зону, где у нас попочка. И ждем. Очень быстро померится температура. Ну, пока вот можно ее вот так вот погладить, пошукать, да? Она очень лежит спокойненько. И все. Хорошо. 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 Все, пропищал у нас градусник 38,1. Это хорошая температура для котенка, для кошки. Все. Вот и все. И сняли прищепку. И она уже может бежать куда хочет. То есть фиксация, вот эта вот фиксация, она прям расслабляет котенка или кошку. И дает возможность спокойно сделать, чтобы не резко там все аккуратненько померить температурку. Вот котеночек может идти. Моя умничка. Умничка. Бывают случаи, когда несмотря на то, что вроде как вы зафиксировали животное за холку, кто-то лапки держит, оно вырывается. В этом случае тогда можно прибегнуть к плотному пеленанию. Как вот детишек пеленают, так же запеленать до половины тела животное. А сзади уже померите температуру. Но, а в принципе, процедура не сложная. При какой температуре тела нужно бить тревогу? Смотрите, норма температуры тела для кошек от 37 до 39,5 градусов. Вы не ослышались. Температура у кошек выше, чем у человека. То есть, если у котенка или у взрослого, неважно, мы берем среднее значение от 37 до 39,5 градусов, ваше животное здорово. Если температура больше, выше 39,5 градусов, то это повод обратиться в ветеринарную клинику и выяснить причину, что происходит не так с вашим животным. Надеюсь, информация для вас была полезной. С вас лайк, подписка. Пикси-боб, кис-киска. Пока-пока.